Два года! Три миллиарда потерь моих нервных клеток, которые успели умереть и восстановиться одновременно! 80 пар носков! И вот этот день всё-таки настал! Один миллион! One million! Один миллион! Вы слышите? Я хочу вам сказать огромное спасибо! Вы сделали для меня самый лучший подарок на Новый год! Поэтому я тоже связала вот такой вот носочек на миллион! Хе-хе-хе! Повесим его в самом центре! Ну и раз вы так постарались и сделали такой шикарнейший подарок на Новый год! Мало кому такой Санта-Клаус дарит, знаете ли? Ну и поэтому сегодня, как вы все очень сильно любите, очень сильно просите! Уже аж сколько там лайков собрали? О-о-о! Аж 158 тысяч лайков собрали! Вот так вот вы сильно просите! Я решила снять ещё одну часть про лайки! Я даже сегодня съем киндер сюрприз! Что тут мне Санта принёс в своём киндер яйце? О-о-о! Аватар! У меня никогда такой крутой игрушки не было в киндер сюрпризе! Алло! Ну всё, ребята, в общем, набирайте свои киндер сюрпризы, берите самый успокаивающий напиточек и полетели! Как сделать так, чтобы не заставлять ребёнка делать уроки? Просто скажите ребёнку спуститься в подвал, закройте его там, откройте на следующий день, и ребёнок побежит делать уроки с удовольствием! А я думала, он там настоится вместе со всеми банками и выйдет уже, знаете, таким опытным пенсионером домашним! Будет это, баночки на зиму засаливать, по грибочке ходить, кормить всю семью, домашку не придётся делать, дома будет работать! Аня, дура! Это издевательство над ребёнком! Ты не думаешь своей головой? Может, он там страшно и холодно? Согласна! Вот ребёнка спустишь в погреб, он там все вот эти банки как напугает, как им сразу холодно станет! Всё! Засолочка на зиму пропала! Собираю портфель сына на 1 сентября! Эй, йо! What the fuck? Ну, мама! Кучерники! Тетрадки! Ручки и наклейки! Походу, эта женщина решила пойти посоветуюсь того видео и всё-таки посадила своего бедного сыночка в подвал! Люди, они просто понтуются голосом и типа они бедные! Ооо, раньше в лайке понтовались, что они богатые, а теперь, что они бедные? Какие интересные крайности на этой платформе! Ты же знал, что я бедный! Теперь ты хочешь со мной дружить, да? Хорошо, очень приятно! Сейчас я скажу вам самое худшее имя! Твое! Ну вот бедный магазин Твое, но он же не виноват, что его так назвали! Вообще, конечно, я с ней согласна! Вот представьте, если человек будет звать Твое! Уся! Вот они, те самые люди! Вот когда приходишь в магазин, я беру, выбираю яблоки, а там вот прямо видно, что кто-то вот ногтями поковырялся или так вот т-ти-ти! Все яблоки в дырках! А это, оказывается, асмарщики, вот, видосы снимают в супермаркетах. Ну, игрушку я бы тоже, конечно, потрогала. Каждый раз в магазин прихожу, все... Ну, за трубочку. Гелти! В тюрьму пора! Ой, из сахар дырочку сделали. Круассаны! За что? Мои любимые круассаны! Насколько тут товарного учерба, как вы думаете? Тысяч 100 уже, наверное. Ну, вообще, конечно, у меня тоже, знаете, есть такая-то профдеформация после осмотрения всяких асмар. Я прихожу в магазин и начинаю вот так вот машинально, так вот ноготочками по всему стучать. И не могу остановиться от мыла, если увижу. Я все, я уже больше не выбираю мыла по запаху, по вкусу, все, только по звучанию. И ферри вскрыли, а? Знаете, ребят, вот вам пример, почему надо каждый раз, когда возвращаешься домой, мыть руки. Знаете его? Он мой парень. А я-то думала, где я его видел, откуда я его знаю? А, это твой парень. Хорошо, будем знать. Маша, а я думала, вы с Максимом просто друзья. Ну, один раз гуляли, а так в школе вместе. Упси. А Максим вообще знает, что он парень? Может, вы не знаете, после школы просто пошли этот домой вместе. Там оказалось, что они в соседних подъездах живут, и они как-то там пересеклись, вместе дошли. А потом как бы все. Максим парень. Вещи, которые я хочу съесть, но нельзя. Ой, только не говорите, что это мел, пожалуйста. Капсулы для стирки. Орбис. Господи, тапиока для кого создавалась? Берешь баблу-ти, жуешь, и все, как бы назначенится от меня. Все. Смола. Зубки потом склеятся, ротик не откроем никогда. Зачем? Фу. Мыло. Не говорите мне, что кто-то ест мыло, пожалуйста. Я вас прошу. Если я узнаю, что кто-то ест мыло, я сниму об этом видео, поняли? Мыло только для АСМР. Я вас прошу. Пластики. Пластилин. Пена для бритья. Дорогие мои, мы сейчас и так будем живот шокировать десятками видов салатов и всякой разной жирной пищи. А вы еще хотите орбис попробовать и ластики. Аккуратнее надо все-таки со своим здоровьем. Особенно в празднике. А то это, знаете, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А еще год дома провести, ну, это как бы счастье и радости мало кому принесет. Мой вам совет. Если вдруг вам срочно понадобились лекарства и нет времени там или сил бежать в аптеку, заходите в приложение Яндекс.Маркет, нажимайте на раздел аптека и заказывайте самое необходимое лекарство с доставкой всего от 15 минут. Просто реально проще потратить 3 минутки времени на оформление заказа, чем идти до ближайшей аптеки там с кашлем, с соплями. Дома лучше посидели и вжух, все средства у вас. При этом в Сиом-сервис очень удобный. Как только вы открываете раздел аптеки, вас буквально спрашивают, где Бобо, что быстро приведет вас в нужную категорию. А далее и к самому средству. А еще помимо самих лекарств, тут можно найти медицинские, косметические приборы, глюкометры, ортопедические изделия и даже массажеры. Вот чувствую последнего, мне сейчас точно не хватает. В общем, на Яндекс.Маркете есть все. А для более приятных покупок не хватает только промокода. Но и он у меня, конечно же, есть. По промокоду ТАП-15 вы получаете скидку 15% на ваш первый заказ. Ссылку я, как обычно, оставлю в описании. Переходите по ней и заказывайте все ваши лекарства на Яндекс.Маркете. Сестра африканка выпьет 12 африканских змейк за 15 секунд. Хорошо! Что происходит? Первая! Вторая! Третья! Четвертая! Ну а потом пойдешь, и там эти змейки на тебя смотрят сверху с полок всех. Так придушат тебя потом. Девятая! Десятая! Двенадцатая! А где одиннадцатая? Думал, мы тут считать не умеем, да? Иступи! Да, да! Все, потом пойду, пожалуйста, фон Дикой Природы, что тут издеваются над змейками. Кидаются ими. Тогда уж не выпить надо было их, а это надуть как в шреке, чтобы они летали. Китайка, посмотри, что бабушка делает в час ночи. Хорошо! Только что африканка была, теперь китайка. Как так быстро произошло? Давай. Пошлите посмотрим! Бабушка снимает китайку в час ночи. Давай. Пошлите посмотрим! Что ты делаешь? Отдай мои китайские змейки! Ты что? Если кто еще не понял, китайские змейки это крокодилы. Почему я так нужна относиться? Посмотри, что находится в шкатулке у китайки. Хорошо! Что там? Еще змейки? Давайте посмотрим! Не надо! Ой, блин, это же летний бак и суперкот! Да это они там прячутся от него. Они тоже боятся, что он из них все высосет, как из китайских змей. Мне это очень нравится, но я ничего не понимаю. Пьем китайский змейк! Первая! Вторая! Тебе лучше... Что? Что это такое? Я сейчас попробую! А? А? Что происходит? Это уже Даркнет, ребята. Такой контент мне противопоказано смотреть. Пойдем дальше. Один день без трусов. Отличный день, я считаю. О, боже, стыдоба. Вы видите? Вы это видите, да? А если мама или бабушка тебя увидят? Господи! Как одноклассники с ней рядом сидели в одном кабинете. Ой-ой-ой. Так неприятно, наверное, было, да? Но с другой стороны, я даже не понимаю, какую реакцию она ждала. Вот я, например, сейчас. Вот я в трусах сижу или нет? Вот что вы подумаете? Ну, не видно. Ну, значит, этого как бы и не было. Куда родители смотрят? И волосы в платочек надо собирать. Иди уроки учи. Повзрослела больно. Ах, вот оно что. А я-то думала, вот как стать взрослее? Вот чтобы сразу понимали, что вот мне больше 18. Трусы надо снимать. Ага, все, без трусов ходить. Ну, в общем, когда пойду в магазин покупать себе там энергетики, пойду без трусов. Все. Паруфани. Э-э-э, вумен-момент. Я, которая всегда без них хожу. А, как? Как развить такой навык? Я бы догадался. Телекинез, что ли? Вот ты приходишь в школу и первым делом проверяешь, кто надел трусы. А кто забыл надеть трусы сегодня? Надо это будет ему напомнить, чтобы он трусы не забыл надеть в следующий раз. В короткой юбочке надо было. Мне опять очень страшно становится от лайки. Девочке 7-15 лет. Даю вам шанс высказаться в комментах. А с меня совет. О, май. Блин, а мне вот больше 16 еще. Я даже спросить уже ничего не смогу. А что такой узкий промежуток? Девочки постарше уже будут находить подвох, да? Ну, раз и я не спрашиваю, давайте хоть посчитаем, что она там предлагает. Блин, я хочу похудеть, но не могу. Попробуй, пожалуйста, помочь. Что мне делать? Меня 11, вес 40, рост 153. Полюби спорт. Он творит чудеса. Точно. Что же я раньше не догадалась? А я вот на интуитивном питании сижу, ем одни эти шоколадки с Кока-Колой. И думаю, а что у меня не получилось похудеть? А ну вот что, точно, спорт. Ну, совсем забыла. Из головы вылетела. Жалко, конечно, что она там анамнез не собрала, там вопросы дополнительные девочке не задала. А так сразу дала какой-то совет. Вдруг там какие-то гормональные, может, проблемы у девочки. Ладно, ничего страшного. Я думаю, она тут уж точно знает, о чем говорит. Что делать, если ты хочешь выйти замуж за корейца? А в чем проблема? Ну, как в чем? Ну, что? Ну, надо найти корейца сначала. Выучить, наверное, язык, культуру изучить. Научиться готовить рамен и пульгоги какие-нибудь. Научиться играть в конги. И вот с родителями, когда тебя кореец познакомит, надо научиться тоже поклон делать. Вот в пол прям, чтобы вот так вот нагнуть надо. Как ударить чувака, чтобы потом не получить по башке? Так, ну вот она самый главный кавержный вопрос, она и не ответила. Всего три ответика у нее увидела. И вот третий как раз. Что делать, если я хочу встречаться с челом, который старше меня на 18 лет? Он напоминает историю Лолиты. Но любви все возрасты покорны. Ну, я не верю, что это она ответила. Кто-то явно взломал ее лайк. И сидит и пишет какие-то непонятные ответы. От лица эксперта. Какие-то необычные люди взломали аккаунт, сидят и строчат ответы. Ну, администрация лайки. Ну, что это такое? Ну, проверьте этот аккаунт и верните девушке пароль. Явно тут какой-то странный дяденька пишет. Ребята, 10-15 лет. Как вам лично продают ашки? Или где вы их берете? Я хочу парить, а я хозя, где продают детям. Ну, 10-15. Ну, как бы уже не дети. Если надо, чтобы продали, ну, найдите ребенка, которому 9. В чем проблема? Братьев и сестер, что ли, нет? Ну, а если детей нет, ну, как бы что? На мороз на улицу выходишь, и сто, остаешь и... Дуешь. Я в детстве только так и делала. От пути не пусть все. Ну, кому я говорю? Ну, не пусть все, я люблю. Ну, ладно, а что тут советуют диашки купить? В детском мире. А я-то всегда думала, что бы эти шары от кукол лол кладут. Загадка разгадана. Прилетают инопланетяне и кидают нас этими ашкудиняшку. Подождите, так раз инопланетяне кидаются этими ашкудиняшку. Их не в рот надо класть. С ними надо созваниваться тогда, наверное. Это какие-то телефоны они кидают. Или, знаете, вот это как джинны. Там по трешь лампы он вылезет. И тут то же самое. Нужно потереть каким-то образом эту ашкудинь. Там позвонить им. И тебя сразу тут телепортнут там на луну к инопланетяну. Или вместо пары у тебя тут должен как бы инопланетянин такой вот появиться. Ну, дурачки, конечно. Столько этих ашкудиней зарасходовали. А оказалось, что он целую нацию инопланетян убили. Трешь! Второй раз энергетик продают. Не хвастаюсь. То есть, блин, ну вот вы везучие, конечно. Вот мне даже не продают энергетик. Только по паспорту и без трусов. Ну, как у вас это получается-то все? Ну, в общем, в какой-то момент я увидела столько спам-комментариев подобного рода. Тест на аллергию. Высунь язык. Расли. На 10 неделал. Расу на блатно. Чешется? Да вроде нет. Просто говорить неудобно так. А в принципе нормально. Спасибо, что спросила. Очень приятно. Ты послая девочка? Смотри мой ролик. И решила зайти посмотреть. Что же там за ролик такой? Мама, купи песика. Ищу послую подружку. 9 плюс. Пиши в личные сообщения. Обучу вас фрилансу за 50 рублей. Пишите в личку. Все легко и просто. Нужны только банковская карта и время. Требуется фрилансер. Заработок зависит только от тебя самого. Возраст не важен. Задача работника отвечать на сообщения в телефоне. Я что-то увидела столько спам-комментариев в лайке. Это прям отдельный мир. Мне такая идея пришла интересная. А что если я сниму видео про то, как я отвечаю всем спамерам из комментариев в лайке? И устрою им проверочку. В общем, если вам нравится такая идея, то давайте наберем 150 тысяч лайков. Но знаете, что может быть еще страшнее самих видео из лайка и спама в комментариях в лайке? Мультики для детей. Что происходит? Ее что-то болит, а ее подружка на свиданке с парнем? Рассказывает ему уже сразу все, видите? Что делать? Он выезжает. Вместе с парнем поехали спасать. Что такое? Она все это время боялась сама добежать до туалета. Что происходит? Я ничего не понимаю. Главное, что закончилось хорошо. Что там было, я не хочу знать. Спасибо большое. Лучше я в лайки вернусь, ребят. Там как-то даже спокойнее. Даже не так страшно. Блин, я вообще не знаю. Я прям, знаешь, я прям смотрю, у меня аж стрёмно становится, реально. Ребята, вот. Нет, ребят, я забыла. Все-таки страшнее видео в лайки. Это не мультики детские, а прямые эфиры. Я даже просто на лице сфокусироваться не могу. Там постоянно какая-то ракета летает. Ангелочки порхают. На велосипеде как... Что? Это уже даже, знаете, не похоже на этот сайт, сплывающий со спамом. Это просто, это... Это целый вирус на компе. Знаете, я скачала 50, 100, 100 тысяч вирусов. И у меня... Они все работают одновременно. И одновременно пытаются друг друга перегнать. Хеллоу-пи, я молодая мисс. Как жаль, меня не любят сотни недовольных лиц. Верните Кобякова, все пишут личку мне. Что? Ну как его я вам верну, ну будьте вы умней. Конфеты разбросанные и типа крутая. А я тоже вообще-то крутая. Ща. У меня тоже, смотрите. Оп. Все. Носки тоже везде разбросаны, типа крутая такая. Она моя роза, я ее люблю. Она моя роза. Она моя роза, я ее люблю. Нет! Нет! Очень-очень устраивающая. Все, это шутка. Кто с такой доской встречаться будет? Никого не смущает, что это маленький человечек. Вот и дружи с Катей, а про меня забудь. А, все, это была Катя. Катя, ты сегодня спасла мою психику. Боже, зачем врать? Я одного понять не могу. Вот у меня реально парень есть по имени Саша. Он меня любит. Я у него была в гостях. Вот Рил. Вот я тоже понять не могу. А что это ты врешь? Вот это только я могу врать в этом мире. Боже, как же легко манипулировать людьми. Я попросила пробить продавца молоко, и он пробил. Люди-марионетки, я управляю ими. Нет, вот спорим, что люди не марионетки. Ими сложно управлять. Давайте, прямо сейчас, ребята, ни за что не ставьте лайк на это видео. Не надо звонить в колокольчик. Не нажимайте на колокольчик. Нет. Не подписывайтесь на этот канал. А если вы это сделаете, то... Какого лешего, извините меня, вытворить рыжую дичь? Распущенность переходит все границы поколения Кока-Колы. У меня есть только два типа настроения. Слушай, да, у меня тоже иногда есть такое настроение. Знаешь, вот положить на всех просто большую... Придавила меня своей попой. Ты что, припадочная? Вот так заходишь в лайки, а на тебя кто-то падает. Какая-то попа придавила сразу. Никакого безопасного интернета. Привет. Привет. Мы с мамой поспорили. На то, если это видео залетит, она мне купит антисептик с Дольче Милкой. Пожалуйста, нажми на все кнопки. Подождите, мама подарит антисептик за то, что видос залетит в лайки? То есть, все это время ребенок нормально не дезинфицирует руки, потому что он не залетает в реке? Ну, помогите, лайк поставьте, я вон уже поставил. Ну, что это такое? Ну, как так? Ребенок без антисептика живет. Мама тиран. Бегу к тебе. Ой, не надо. Привет, попсик. Привет, попсик. Привет. Ну, вообще-то, правда страшно. Прибежала бы ко мне такую ночью, я бы прям, ну, в кровати, я бы там и кончилась. Меня бы там бы и придавило большой попой. С кем хочешь пососаться в новогоднюю ночь? Что там пишут? С Дедом Морозом. Пожалуй, тут мне точно хватит лайки. Знаете, ребят, мы уже большие. Нас уже прям очень много. Я знаю, что вам очень сильно нравится эта рубрика, поэтому, если вы хотите продолжения, давайте теперь соберем 150 тысяч лайков. И дай бог, тогда я буду готова снять следующую часть. А на сегодня, я думаю, нам хватит. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте лайкать это видео. Спасибо, ребят, вам большое за просмотр. Всем тьмок.